ВОЕННАЯ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД ВОЕННАЯ ТЕХНИКА, ВОЕННАЯ ТЕМАТИКА и ВОЙНАЯ в общем очень далеки от нашей повседневной жизни. Однако и в настоящее время мы в русском и английском языке используем очень много выражений из этой сферы. По-русски мы часто говорим «завоевать доверие», «заслужить расположение», «поразить воображение». А ведь эти глаголы изначально относились именно к военной сфере. Существуют подобные выражения и в английском языке. Мало кто знает, что столь любимое переводчиком понятие «дедлайн» изначально было не таким и мирным. Во время гражданской войны в США «дедлайн» дословно означало ту линию, пересекать которую заключенным было запрещено под страхом смерти. Расширил свое первоначальное значение и военный термин «identification friend of all». Ведь определение по системе «свой-чужой» — это один из базовых принципов человеческой коммуникации. Сегодня он применяется, например, в сетевых технологиях. В каких же сферах может быть востребован военно-технический перевод? Прежде всего, это участие в непосредственных боевых ситуациях, учениях, военных действиях и боевых операциях. Все чаще военно-технический перевод востребован во время профильных выставок и при переводе специализированных документов по эксплуатации западных образцов военной техники. Также знания в области военно-технического перевода пригодятся при работе с новостным контентом и все чаще при выполнении заказов на художественный и аудио-визуальный перевод. Кроме того, вы наверняка слышали о своеобразном военном юморе. Итак, какова же специфика военно-технического перевода? Во-первых, это специфические, переменно устойчивые и устойчивые словосочетания, характерные для данной сферы. Dogfight — технология ведения ближнего боя. Cockpit — кабина. Помимо этого, обилие номенклатуры, условных обозначений, сокращений и отраслевых аббревиатур. APC — Armored Personnel Carrier — БТР. DOD — Department of Defense — Министерство обороны. AD — Air Defense — Противовоздушная оборона. GWOT — Global War of Terrorism — Всемирная борьба с терроризмом. И, наконец, технические характеристики оборудования и спецтехники. Combat Load — Боевая нагрузка техники. Существуют особенности и в плане синтаксиса. Во-первых, очень часто можно встретить повсеместное употребление тавтологичных клишированных выражений. Command and Control Center commands the missile launcher to launch a missile. Во-вторых, в документах и сообщениях преобладают две диаметрально противоположные тенденции. Либо лаконичная форма написания, либо распространенные сложно подчиненные предложения. An obstacle is any natural or man-made terrain feature that stops, impedes, slows, or divers movement. The S-400 Triumph is intended to engage ACM, radar picket, directorial area, reconnaissance, strategic and tactical aircraft, tactical and theater ballistic missiles, medium-range ballistic missiles, and other current and future air attack assets at the maximum range of 400 km Наконец, не менее важной темой являются особенности английской фонетики. Убедитесь, что ваше произношение является правильным. И помните о терминах, произношение которых отличается в зависимости от варианта английского языка. Colonel, Corps, Lieutenant. Однако есть и хорошие новости для военно-технического переводчика. Во-первых, это относительно малое количество временных форм и обилие конструкций с устрадательным залогом. Первое. Подбор значения слова, исходя из контекста. Сам по себе этот пункт не вызывает удивления, но будьте осторожны. Не все словари дают перевод слова именно в военном контексте. Не ориентируйтесь на номинативное значение, иначе вы рискуете получить борцов, оборудованных радарными системами, и противные ракеты. Второе. Сложные длинные грамматические конструкции. Третье. Фактическое различие в структуре армии России, США и стран НАТО, что требует предварительной подготовки и определенного уровня фоновых знаний. Четвертое. Подбор эквивалентных синонимов для передачи на русском языке, транслитерация без эквивалентных терминов и названий типов вооружения. Пятое. Неизбежная транслитерация и калькирование в некоторых сферах военной деятельности, таких как кибер-вооружение и информационная безопасность в военном аспекте. Шестое. Обилие специфического сленга и акронимов. Так, например, «майк» в военной сфере может обозначать очень широкий пласт понятий. Кстати, «майк» еще и микрофон, но это уже совсем другая история. Однако военно-технический перевод может оказаться непростым и для опытных специалистов. Психологи доказали, что есть определенные гендерные различия в этой тематике. Так, мужчинам проще обрабатывать эту тематику, потому что они более знакомы с этими текстами и представляют себе, о чем идет речь. Однако на стороне женщин усидчивость и возможность обрабатывать большие объемы текстов. Исходя из этого, можно сделать оптимистичный вывод. Военно-технический перевод – это не только мужское дело. У военно-технического переводчика есть свои, есть чужие, а есть слова-шпионы – ложные друзья переводчика. Это такие примеры, как «аммунишн» – боеприпасы, «материал» – боевая техника, «файтер» – истребитель. Иногда слово может показаться переводчику слишком простым, чтобы перепроверить его по словарю. В этом и заключается коварство. X-Ray Battalion – это батальон X. И о рентгене здесь речи нет. А X обозначает порядковый учет по принятому военному алфавиту стран НАТО. Что же делать? Во-первых, не бояться, что военно-технический перевод – это нечто непонятное и недоступное. И, во-вторых, совершенствовать свой профессиональный кругозор. Специально для таких любознательных и смелых переводчиков школа «Лингвоконтакт» проводит обучающие профильные курсы. Кстати, курс по военно-техническому переводу стартует уже скоро. Больше читайте профильные СМИ и следите за событиями, происходящими вокруг. Тем для отработки навыков перевода в этой сфере сейчас очень много. И, наконец, последнее. И самое важное. Необходимо проявлять интерес к своей профессии. Военно-технический перевод – это очень сложное и ответственное дело, потому что он не только позволяет людям из разных стран достичь договоренностей, но и иногда способствует всеобщему миру. Именно поэтому, несмотря на общее развитие машинных систем перевода, фигура переводчика в военно-технической сфере еще долго будет оставаться востребованной и актуальной.